Есенин Только что со свистом и улюлюканьем, выпроводившая со сцены Марьянгофа, неживо какой-то футуристический бред, вторит ему слово в слово. Я нарочно иду, нечелданный, головой, как пиросиновая лампа на плечах. Ваших душ, естественную осень, январь и завпачок, как очищать. А потом эта, казалось бы, буйная толпа поднимает на руки и несет его, как триумфатора. Повторяю, это единственный светлый эпизод фильма, характеризующий главного героя, как великого поэта, лучшего в России. Это при том, что читал безруков совсем не так, как можно было прочитать это потрясающее произведение. И совершенно не похоже на то, как прочитал бы сам Есенин. К счастью, архивная грамзапись донесла до нас голос поэта, и мы можем судить об этом полноценно. Остальные редкие моменты, когда нам напоминают, что главный герой фильма все-таки поэт, выглядят намного хуже. Особенно безобразно, когда безруков нараспев начинает читать монолог хлопуши. Это ж надо так! Как это можно было так испортить визитную карточку поэта? Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть! Что ты? Смерть или исцеление калекам? Проведите меня! Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! Сохранилось высказывание Горького, после того, как он услышал Пугачева в исполнении самого Есенина. Этот человек может не просто зарезать. Он может зарезаться! Алексей Максимович знал, о чем говорил. Тот еще удалец был. В молодости, когда ему однажды отказала в любви замужняя дама, он без раздумий выстрелил себе в грудь из нагана. Чудом остался жив, но простреленное легкое не давало ему покоя до конца жизни. Есенин читал стихи резко, отрывисто, с максимальной эмоциональной отдачей, настолько страстно, что буквально завораживал окружающих. Примерно так же читал свои стихи Маяковский, главный оппонент нашего героя. Они вообще были очень похожи. Отчаянные, смелые, бесшабашные парни, любящие выпить и погулять и сделать из своих выступлений скандал. Разница лишь в том, что Вова был пролетарским поэтом, а Сергей поэтом народным. В фильме, кстати говоря, Маяковский показан совершенно карикатурно. И ростом мелковат, и внешне не похож, и просто невыразителен. Светить всегда! Светить везде! Кого нам показали? Неожиданно интересно выглядит Пастернак. Чувствуется крепкий, неуступчивый характер будущего Нобелевского лауреата. Хотя в начале 20-х на него вряд ли кто бы обратил внимание. Блок у Зайцева вообще не получился. Даже обидно как-то. Александр Блок был не просто выдающимся поэтом серебряного века русской поэзии. Он был настоящей звездой русского общества. Сравниться с ним мог, наверное, только граф Толстой. Хотя еще, наверное, все тот же Максим Горький, бывший бродяга и босяк. Об остальных поэтах, показанных нам в фильме, и вспоминать не хочется. Карикатура. Кроме одного. Алексея Ганина. Помнит ли кто в наше время этого Вологодского смутьяна, пытающегося спасти Россию от иго еврейского интернационала? Хотя на самом деле никакого ордена русских фашистов и в помине не было. А вся борьба с большевиками происходила не иначе, как по пьянке. В ЧК это прекрасно понимали, но все-таки поставили поэта к стенке. Бедный Леха. Но как же гениально! Сыграл его наш Паша Деревянко. Он элементарно переиграл и Безрукова, и Хабенского, и Куценко, да и прочих. Сцена в подъезде, когда пьяный Ганин объясняет Есенину принципы своей организации, у меня не менее любимая, чем вышеописанная Ростовская. «Их же надо давить, душить, губить! Как они и с нами, так и мы их! Среди них нет же ни одного русского человека!» Так примерно кричал Паша с горящими глазами, брызжа слюной натурально выступлений. «Аплодисменты!» А вот самого Есенина сыграли плохо. Да и представили, хрен знает в каком виде. Пьяница какой-то, забылдыга, к тому же с головой не дружит. Натуральный пациент дурдома. И жил по пьянке, и сгинул так же, в результате случайно оброненной фразы. Ай-яй-яй-яй-яй! Ну как не стыдно Зайцеву с компанией? Есть ли вообще ангелы среди людей? Ведь если показывать только темные стороны, изнанку жизни каждого человека, то что же может получиться? Нетрудно себе представить. К примеру, надумают они снять фильм о Гоголе, который, если верить прочно устоявшейся байке, никогда не любил женщин, предпочитая им интимное занятие наедине с самим собой. Значит, Николай Васильевич, весь фильм только и будет этим заниматься? А творчеством так, между прочим, в перерывах. А не приведи Господь, если они снимут кино о нашем музыкальном гении Чайковском, о котором ходят слухи, что он был пассивным педерастом и в итоге был приговорен к смертоубийству судом масонской ложи в одном из номеров того же самого Англитера. Вполне может получиться, что весь фильм Петр Ильич будет заниматься непотребным делом и лишь иногда, устав от бесконечных оргий, он будет вспоминать о своем композиторском даре и как бы случайно вдруг придумает навязчивую мелодию про маленьких лебедей. К героям вообще надо относиться осторожно, даже к сомнительному. Не стоит, наверное, снимать Зайцеву кино о настоящем Николае Алексеевиче Островском, который по жизни никогда не был тем Павкой Корчагиным, а был слабовольным человеком, дважды делавшим самострел, чтобы не служить в армии, что в итоге и сделало его инвалидом. Совдеповская мифология – вообще тема серьезная. Вроде бы и хочется ее разоблачить, но куда же девать тогда тома написанных про вымышленных героев книжек и множество отснятых фильмов, составляющих и ныне классику отечественного кинематографа. А города, названные в их честь, а многочисленные улицы и площади. Ведь, к примеру, в каждом маломальском населенном пункте есть улицы, носящие имя некоего Сергея Лозо. А в реальной жизни этот человек попросту не существовал. Молодая Советская Республика нуждалась в героических образах, и их было выдумано немало. Вряд ли стоит сейчас перечислять эти имена. Сергей Есенин – это не миф. Это не просто любимый поэт. Это объект гордости каждого человека, говорящего на русском языке. И попытка замарать его имя выглядит не просто кощунственно, это настоящая подлость. Биографию Сергея Александровича мы, слава богу, знаем. Не встречался он на самом деле ни с Распутиным, ни с Александрой Федоровной Романовой. Домыслы – все это. А их было немало в этом фильме. Нужно иметь очень больное воображение, чтобы нарисовать сцену расстрела десятков крестьян прямо на железнодорожной насыпи. Вызывает дикое недоумение, когда милиционер начинает стрелять в спины убегающих беспризорников. Зачем-то поместили Есенина в психиатрическую больницу. Откуда такие факты? Тоже мне дурачка нашли. И будто бы прямо в дурке Есенин и написал черного человека едва ли не самое яркое свое произведение. Лейба Троцкий никак не мог присутствовать на похоронах Есенина, а Янкель Блюмкин не был в Англитере в ту роковую ночь. Об этом проходимце мы тоже немало знаем. Яшка уже полгода как находился в секретной экспедиции на Тибете. Шамбалу искал совместно с Рерихом. Стихи Есенин в этом фильме пишет как бы между прочим, а в основном он занят пьянками, дебошами, скандалами. Перед нами типичный неврастенник, не отвечающий ни за свои дела, ни за поступки. К тому же склонный к суициду. Грех-то какой! Такое ощущение, что фильм не о Есенина. Поэты имеют тонкую оболочку и смерть свою предчувствуют задолго до ее самой. К примеру, лет сто назад на рубеже веков был такой поэт Семен Натсон. Это был настоящий суперстар, без сомнения, самый популярный в свое время. Читали его стихи? Так они конкретно о неминуемой смерти. Он и умер в 22 годика. Гроб его несли на руках студенты из Ялты до Петербурга. А похороны были сравнимы с подобным мероприятием у самого Льва Николаевича Толстого. Вспомните еще и короля русского декаданса Алексея Апухтина. Даже Витя Цой, но кто, казалось бы, такой, и тот в своем черном посмертном альбоме проявил удивительную прозорливость о своей судьбе. Вся поэзия Есенина жизнерадостна и жизнеутвердительна. Жить он точно хотел. Вы спросите, а как же стихотворение «До свидания, друг мой, до свидания» датированное 25 декабря и якобы подаренное поэтом Вольфу Эрлиху? Ну, во-первых, Эрлих не был его другом, хотя бы потому, что он работал в ГПУ. И строчки эти были посвящены не Эрлиху, а другу настоящему, Алексею Ганину. А во-вторых, сама смерть Есенина покрыта глубоким мраком. Ясно, что убили, но где, как и кто это сделал, пока еще нерешенная загадка. Версия, представленная в фильме, выглядит практически смехотворно. Весь фильм мы наблюдаем заорганизованной травлей Есенина со стороны ВЧК. Чекистам, кстати говоря, досталось по первое число. Цитирую, что нам рассказывает следователь Хлыстов. Дзержинский набирал в ЧК маньяков, психически нездоровых, психопатов, гомосексуалистов. Круто! Ясно, что все они были висенниками. Но чтобы так расставить точки, ЧК пасет буквально каждый шаг Есенина и даже преследует поэта за границей. В Америке, кстати говоря, Сережа сделал роковую ошибку, заявив, что не вернется в страну, которой правит Лейба Бронштейн, чем лишился серьезной поддержки со стороны Троцкого, который был в то время всемогущ. Тем не менее, зрителю совершенно непонятно, за что же Есенину оказана такая честь и какую такую опасность представляет поэт для советской власти. Это при том, что сам Есенин ведет себя неадекватно, становясь попеременно то буйно припадочным, то меланхолически отрешенным. Находясь в Баку, Сережа случайно услышал от некоего Чагина, скорее всего, Кирова, о существовании телеграммы, адресованной великому князю Михаилу в феврале 17-го года. В ней находящийся в Сибири Каменев поздравляет брата Николая II с пришествием на престол. И якобы теперь эта телеграмма и есть главный аргумент в межпартийной борьбе Сталина и блока Каменева, Зиновьева и Троцкого на 14-м съезде партии. А теперь самое странное. Вернувшись в Москву, Есенин находит своего литературного агента по имени Саша. Кто он такой, мать вашу? Дайте справку! И ни с того ни с сего сообщает ему об этой телеграмме и что будто бы она находится у него. Вот это номер! Великий русский поэт, автор нетленных шедевров, оказывается, не дружит со своей головой. Ну что его заставило сморозить такую глупость? Он-то здесь причем в этой грязной политической игре? Саша незамедля бежит к Каменеву, тот бежит к Троцкому, все в панике. Еще один бред! Оказывается, и Лейба со своей бандой тоже полные придурки. Как вообще могло случиться, что взрывоопасный документ может находиться в руках у запойного скандального поэта, которого и всерьез-то никто не воспринимает? Он что, отбывал ссылку в Ачинске вместе с Розенфельдом и Акфельблюмом? А может, Есенин это псевдоним поэта? А на самом деле он еврей, как вся эта шайка, которая за ним охотится? И зачем это поэту надо было запросто так идти на столь самоубийственный шаг? Или жить надоело? Или он просто дурак? По следам Есенина, уехавшего в Питер, отправляется бригада киллеров. Два знакомых нам чекиста от Морозка, а с ними знаменитый убивец Яшка Блюмкин. На Яшку вообще всех собак повесили. Находясь в Тибете, он каким-то образом сумел встретиться с поэтом на Кавказе и стрелять в него из нагана. Мочил, короче, Блюмкин без разбора всех вподряд. И посла Мирбаха, и поэта Есенина, и старуху проценщицу, и сестру ее Лизавету. Далее наблюдается еще один парадокс. Чекисты не хотели убивать Есенина, они просто хотели забрать телеграмму. Поэт стал буйствовать, чекисты его стали успокаивать и слегка перестарались, а затем подвесили под потолок, инсценировав самоубийство. Вот и все казалось бы. Погиб поэт. Случайно ударился о пепельницу. Власти устроили ему пышные похороны на Ваганьково. На них выступил с пламенной речью главный оратор революции Лейба Троцкий. Удивительно, что создатели фильма не пригласили на похороны еще и Сталина. А спустя шестьдесят с лишним годиков наследователя Хлыстова частным образом расследующего это дело совершается покушение за покушение. А в конце этого странного повествования по всем законам жанра Хлыстову устроили автокатастрофу. А возле Пушкина его осталось ждать молодая моложе лет на сорок красивая девушка Кода Смешная жизнь Смешной расклад Так было и так будет после Как кладбище Усеин сад В берез изглоданные кости Вот так же Отцветем и мы И отшумим Как гости сада Коль нет цветов среди зимы Так и грустить о них не надо Так было и так будет после Посмотрели мы это недоразумение и вспомнили замечательные стихи любимого поэта Сергей Есенин навсегда КОНЕЦ